Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтает вернуться в детство. Сегодня можно осуществить это несбыточное желание. В Санкт-Петербурге открылся Сладкий музей – уникальное арт-пространство, где каждый посетитель сможет вновь почувствовать себя ребенком. Сладкий музей в СПБ начал свою работу в 2017 году в городе он входит в корпорацию «Бигфунни», специализация которой – создание проектов в сфере необычных развлечений. Все выставочное пространство с вид музея в СПБ посвящено сладостям. Идея его состоит в максимальной визуализации вкусностей, возможности потрогать их руками, фотографироваться на фоне ярких экспонатов, беззаботно смеяться и снова научиться верить в чудо. Интерактивное наполнение арт-пространства ориентировано на самую разнообразную публику – от одиночных туристов до семей с детьми. Селедка с молоком, сладкий сыр и другие кулинарные странности норвежцев сладкий музей не является музеем в привычном понимании этого слова. Скорее это собрание и инсталляции, полностью погрузившись в которые, можно стать частью праздничного сюжета. Тут нет тишины и строгих музейных правил. Все пространство состоит из десятка просторных тематических залов, комнаты леденцов и конфет, зефирная зона отдыха, зоны со сладкой ватой и с экзотическими фруктами, залы с пончиками и жевательной резинкой. Очутившись здесь, можно забраться в клубничный торт, сидеть верхом на корове сливочной породы, залезть в теплый холодильник, обниматься с пингвинами и фламинго, качаться на сладких качелях, увидеть душ из кока-колы и услышать, о чем поют летающие бананы. Особое внимание уделено мороженому, излюбленному лакомству многих поколений. Иногда локация отмечает это место как музей мороженого в Санкт-Петербурге, настолько его здесь много, зал с тающими эскимо, на которых можно поваляться, вафельный рожок, охраняемый волшебными единорогами, вместо рога у них во лбу. Кстати, маленький перевернутый рожок с мороженым, качели в виде сливочных брикетов. В холодильнике от света прячется снеговик из пломбирных шариков, есть небольшая комната со стенами из вафли и множеством светящихся фонариков, исполненных в виде вафельных рожков. Важно, все экспонаты очень правдоподобные, но несъедобные. Почти всех их можно трогать, за исключением пающих бананов. Музей иллюзий в Санкт-Петербурге Удачное месторасположение сладкого музея в самом центре СПБ способствует формированию неиссякаемого туристического потока. Здесь нет экскурсоводов, они попросту не нужны. Инсталляции не перегружаны смыслами. Гораздо важнее эмоциональное погружение посетителей в райскую атмосферу для маленьких и больших сладкоежек. В арт-пространстве нет возрастных ограничений, поэтому дети здесь частые гости. Место идеально подходит для проведения шумных детских дней рождений. Огромным плюсом является то, что по сладкому музею не запрещается бегать и прыгать, лазить по экспонатам, сколько угодно трогать их, смеяться и удивляться. Все сделано прочно, устойчиво и содержится в чистоте. Несколько моментов, которые могут привлечь юных посетителей, можно послушать музыку, надев наушники из сладких пончиков. У входа в зал жевательных резинок стоит автомат, где продаются жвачки. Купив и пожевав ее, разрешается прилепить резинку на стену, таким необычным образом поучаствовав в создании коллективной разноцветной жевательной картины. В центре выставочного пространства установлен стол для пинг-понга, есть ракетки и шарики. При желании можно сыграть партию в настольный теннис. Есть несколько способов покупать билеты в музей сладости СПБ, на официальном сайте музея, на официальном сайте корпорации Бигфунни, на сайте или заказать доставку по телефону плюс 7 812 703 40 40, в кассе у входа в музей. Музей динозавров в Санкт-Петербурге цена входного билета в музей сладости СПБ составляет 450р. Звездочка на человека. Также есть возможность приобрести единый билет на посещение пяти любых проектов Бигфунни в городе. Стоимость такого купона – 1550р, дети до четвертых лет проходят бесплатно. Все остальные оплачивают вход по полной цене. Обратите внимание, на билетах всегда указывается временной период, в который они должны быть использованы. Продолжительность самой экскурсии ничем не ограничена. На сайте Бигфунни часто проходят специальные акции по снижению цен на покупку билетов и купонов. Стоимость падает существенно, что делает посещение проектов еще более привлекательным. Фото- и видеосъемка в музее мороженого в СПБ абсолютно бесплатная. Снимать можно и нужно. Необычный интерьер и высокое качество освещения способствуют проведению профессиональных фотосессий. Музей сладостей находится по адресу, город Санкт-Петербург, улица. Малая морская, дом 4 дробь 1, 3 этаж. Часы работы, с 10 до 22 без перерывов и выходных. Музейное пространство обосновалось в здании торгово-развлекательного центра «Адмирал», восстановленного на историческом месте жилого дома и расположенного в непосредственной близости от дворцовой набережной, купола Исаакиевского собора и государственных вузов Питера. Важно, первый этаж служит вестибюлем станции метро «Адмиралтейская». Это позволяет добраться до музея сладостей напрямую без пересадок. Собственной автостоянки у центра нет. Поэтому в будние дни найти свободное парковочное место – серьезная проблема. На входе в арт-пространство музея сладостей есть гардероб и небольшие камеры хранения для ценных вещей, услуга бесплатная. В здании центра расположены сувенирные лавки и банкоматы, а в кафе можно полакомиться вкусным десертом. Сладкий музей за короткое время стал одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города. Здесь приятно зарядиться позитивной энергией ярких красок, когда за окном хмурая петербургская погода. Музей сладостей – это сказка, где царят вкусняшки и хорошее настроение. Звездочка Указанные цены актуальны на сентябрь 2018 года.